Ой, парни, ну давайте поговорим про то, как 1xbet украла у народа 65 миллиардов рублей за 5 лет, как эти три собаки вывели деньги. Короче, последний месяц или два уже появляется новость о том, якобы, что 1xbet в международном розыске, якобы эта контора, украла у бедных людей население России 65 миллиардов за 5 лет. Ой, какие они собаки, сволочи, их надо убить, срочно найти. Давайте все разберем. Ну, сначала я вам покажу заголовки, чтобы вы не думали, что это вот, заголовки. В Брянске был Лас-Вегас, накрыли Брянске Лас-Вегас, блять, блять. Наше, блять, население туповатое должна схавать это говно, потому что 65 миллиардов украли, надо, блять, 65 миллиардов раздать пенсионерам и бедным. Вот, ребят, я вам расскажу. Короче, любой букмекерской конторы в России, ну, практически любой, у всех топовых, фонд Бэт, Бэт Сити, 1x Ставка, Лига Ставок, да, существуют клоны. То есть, есть у них официальная представительство с лицензией в России, а есть клон, тот же сайт, но зарегистрированный там, где, блять, в офшоре. Вот. У всех, у фонд Бэт, есть такой же сайт, и у 1x Ставка есть, да, у 1x Ставка, вот это такой сайт офшорной компании, букмекерской, он называется 1x Бэт, вот. У Лиги Ставок, он так и называется, Лига Ставок, только там, по-моему, название что-то, лига-ставок.com, по-моему, да, сейчас они под доменами, да. Ну, у меня там свой счет в офшорной, в офшорной букмекерской компании Лига Ставка, у меня есть счет, этому счету уже лет так 5. Вот. У фонд Бэт есть, у фонд Бэт есть тоже офшорная букмекерская счет, офшорный букмекерский сайт, его называют Синий фонд Бэт, он еще им известен, еще с 2006 года. У меня там древний-древний счет в этом Синий фонд Бэт, это такой же офшорная компания, как 1x Бэт, такая же. У Лиги Ставок, как я говорил, есть. У Бэт Сити есть тоже, у меня счет Бэт Сити есть в офшорной букмекерской компании. У меня есть счет фонд Бэт в Синий, да, у меня есть счета, да, во всех офшорных компаниях. Потому что изначально, когда это было, то есть я, я играю уже больше 20 лет. Изначально, когда открывались букмекерские конторы, они изначально были все, по сути, на нелегальном положении. Ну как нелегал, они все были на легальном положении, платили налоги, а потом въебали эту хуйню под названием ЦУПИС. Вот, ЦУПИС. Теперь все платежи должны идти через ЦУПИС, и вот все букмекерские компании должны получать лицензии. Вот. А кто не получил лицензии, сайты, они являются нелегалами. И, короче говоря, все букмекерские компании в России, они сделали свои официальные сайты. Фондбэт.ру, Лигаставок.ру, 1xставка.ру, Бэтсити.ру. Но все сайты с доминами .ком, там, Бэтсити.ком, Фондбэт.ком, они по-прежнему работают. И сейчас они работают. Вот. Но они и находятся там в офшорной зоне. Вот. Играем ли мы там? Играем. Наебают ли у нас? Нет, не наебают. Все деньги выводятся. У меня есть счет в 1xbet, у меня есть счет в синем фондбэте, у меня есть счет в офшорной лиге ставок. Нигде ничего не наебают. Все деньги выплачивают стабильно и без проблем. Вот. И все сбросы, да, вот это пиздеж. Это откровенный пиздеж, блять. О том, что 1xbet кого-то там наебал. Они никого не наебали, блять. Вся тема была с того, что, вся тема с этой всей заказухой, я считаю, это заказуха. Не, не заказуха, это просто лохи сбунтовались. Вот так назову это. Дело в том, что на евро многие бараны, я говорю, это не люди, это бараны, бараны, ставили на всякую хуйню. И там был один, блять, товарищ, который там проиграл что-то там 7 миллионов рублей. Я вам специально зачитаю, вот. Чтоб вы не думали, что я наебал кого-то, да. Тучи на 1xbet продолжают сгучаться. Легальный близнец, ашшорный букмекер 1xставка получил х на крупную сумму от одного из клиентов 1xbet. Житель Красноярска Олег Макаркин с помощью московской юридической компании Parlan подал х в Бершинский районный суд Брянска. Примечательно, что он обвиняет не только саму БК, но и платежной системы, допустишь и перевод в нелегальную компанию. Макаркин также подал суд на Киви и Юмани по их местонахождению. Это, блять, Киви и Юмани виноваты то, что они отправили платеж туда и то, что он из-за них проиграл деньги. Блять, парни это пиздец. И он зацепился за то, что банки не должны были проводить платежи на счет офшорной компании. Во-первых, дружок, любой банк может проводить счет на счет любой офшорной компании без каких-либо проблем. Это не запрещено в России. Во-вторых, ты вообще охуел, дружок. Ты ввел деньги, блять. Ты не подал сразу заявление. Ты их проебал. И через некоторое время требуешь их обратно. Знаешь, если бы это было в 90-е годы, тебе бы бошку проломили бы и закопали бы. Ты проиграл эти деньги. И в картах точно так же. Если ты проиграл деньги, ты должен отдать эти деньги. Ты проиграл их. И пытаешься, блять, подать заявление, якобы то, что банки не должны были принимать эти платежи в офшорную компанию. Но так что ж ты сразу не сказал? Сказал, ебаный в рот, блять. Я не буду на эти деньги играть. Верните мои деньги. Более того, вот ты ввел на счет букмекерской конторы в офшоры, ну, допустим, 1xb, да, эти деньги. И вот у тебя, блять, на счете 15 миллионов. Не, не 15, там он скажет, 5 ввел, да? 5 миллионов. Так, не играй на них. Ты можешь их сразу же вывезти. Ты эти бабки, вот эти свои бабки, да, которые ты ввел только что, которые ты считаешь, что они незаконно ввели на офшор, ты их можешь сразу вывезти. Элементарно. Но ты же это не сделал. Ты стал на них играть. Когда проиграл, начал, блять, ныть. Ой, блядь, ой, блядь, это незаконно. И оп, свою бату, бедных пенсионеров ограбили. Ой, оп, бабушки. Соответственно, пишут какие-то заявления о том, что якобы 1xbet их обманули. 1xbet никого не обманывал. Никого. Все они платят нормально, никаких-либо проблем. Вот. Все это хуйню нести, блядь. Блядь, я не знаю, что с этими пидорасами делать, которые эту хуйню несут. Еще и блогеры начали писать. Ой, блядь, наебали. Знаете, как блогеры писали в своих роликах? Мы тут в чате своем, в телеге обсуждали. Они написали, что они, эти три владельца 1xbet вывели, украли у населения 65 миллиардов за 5 лет. У меня вопрос, а в чем они обманули? Потому, а эти блогеры публикуют, что они занимались незаконной деятельностью на территории России и таким образом обманули людей. Чего? А как они обманули? Они просто занимались незаконной деятельностью. Все. Все. Как, кого они 65 миллиардов украли? Блядь, они 65 миллиардов заработали. Они заработали. Заработали на букмекерской конторе, если кто не знает, блядь, ёпта, имеет колоссальный доход на уровне наркоты. Фонд бэд официальный, где там возглавляют фсбшники, блядь, такие фсбшки, что вот пиздец там, блядь, там, ну они Вову застраивают. Вот. Любая контора букмекерская получает колоссальный доход, и они получали этот доход. Это их заработанные деньги. Их заработанные деньги за вычетом расходов на рекламу, там, другой деятельности, да? Но они ни у кого ничего не украли. Вы чё, ёпта? Ребята, я, вот, я, я зарабатываю за счет игры в букмекерской конторе, да? Я вот за последний год заработал чистыми полтора миллиона рублей. Чистыми. Я, у меня где-то миллион, он находится в биткоинах. То есть, манит, у меня часть там майнинг биткоин, да? В облачном майнинг, блядь. А часть просто находится в биткоинах. Я украл этот день у кого-то? Скажите. Может, я у пенсионеров украл это, блядь? Может, там, у инвалидов украл? Или, может, я эти деньги украл у тех игроков, которые проиграли своих деньги? Так я не виноват в этом, ёпта вашу мать. Не надо было на хуйню ставить-то. Давайте меня обвините, что я украл полтора миллиона. Ой, блядь, сволочь! Сволочь! Срочно найти! Он ведет видеоканал с названием Череп. Он украл у населения полтора миллиона рублей. Блядь, пиздец. Кричем эту хуйню нести, блядь. Это просто вот заебают эту хуйню. И вот эти пидорасы, вот им, блядь, реально проломить голову надо. Вот эти вот блогерам, которые эту хуйню... Реально, блядь, это самое настоящее, блядь, вранье. Они никого... Это букмекерская контора 1xbet единственное нарушило закон тем, что они занимались незаконной деятельностью. Игровой деятельностью на территории России. Но у них сайты-то были заблокированы всех. И чтобы туда попасть, нужно, блядь, там через VPN заходить или там IP-шник менять, да? Вот. Но они находятся вне поля юрисдикции Российской Федерации, да? Мне никого не обмануть. Другое дело, блядь, было, ребята, если бы компания 1xbet хуякс в один момент сразу все счета, блядь, аннулировала, да? И всех игроков наебали. Они этого не делали. У них до сих пор сейчас сайт, и у меня есть там доступ к этому сайту. У меня там, я могу любой момент внести, то деньги вывезти. Они никого не наебали. Ни одного игрока. Конторы до сих пор существуют. Блядь. Но они никого не обманывали. По факту к ним претензий вообще никаких. Вот. Вот такая история. В конце, скажу, ребята, у всех контор, всех официальных контор, я не говорю даже сейчас про клоны этих контор, фонбет, бет-сити, 1xставка, там, лигаставка, которые, блядь, сейчас рекламируются пиздец. Как они? Они все, у них всех есть доход, колоссальный доход. Фонбет возглавляет крупно, высокопоставленные фсбшники. Там вообще пиздец. И каждая из-за контора имеет доход. И все 90-95% прибыли этих букмекерских контор, они выводятся в офшор. Они все выводятся в офшор. Но они имеют право на это. Они их заработали. Они заплатили за это, с этого налог, условно говоря, да? Никаких к ним претензий нет. Вот. Вот эти все, вся эта история, ебаная история. Ебаная история. Это вот, мне она совершенно не нравится. Мне совершенно не нравится, кто ее вообще, обвинение во всех этих пидоров. Я их называю, пидоры, блядь. Пидоров, которые, блядь, подали заявление в прокуратуру, якобы их обманули. Их никто не обманывал. Вас никто не обманывал. Вы самые настоящие пидоры. Вас никто не обманывал. Вы проиграли деньги. Если бы выиграли деньги, вы бы ничего не говорили. Вы бы их вывели и все. И сидели молчали бы. Вы их проиграли, блядь. Честно проиграли бы. А сейчас начинаете выебываться, блядь. Якобы, блядь, офшорщик. На офшор, блядь, нельзя было во все переводить. Еще, блядь, обвинили в банке. В этом банке думают, что вы охуели, блядь. Мы-то при чем-то. Вот. Поэтому. Ничего от NXB не будет. Она как существовала, так и будет существовать. А дело понемногу замнут. Но этим, блядь, вот этим мудакам, которые, блядь, эти игроки, этих контор, которые там подали заявление прокуратуры, ну, пизды, ну, блядь. Вот реально. Потому что они этого реально заслуживают. Я ни к чему, конечно же, не призываю, но просто я вот высказал свое мнение о всей этой истории, да. Никаких вопросов к NXB у меня нет. Никаких, это, и для других компаний. Кто хочет, играет в официальной конторе, да. Кто не хочет, тот, там, какой-то другой букмечный контор играет. У каждого свой выбор. Вот и все. Поэтому. Еще раз повторяю. К NXB никаких лично у меня претензий нет. И все, что они говорят, это полная чушь. Всем пока.